добрый день начинаем вебинар из серии вебинаров моя профессия трейдер и на конкретном примере рассмотрение торговой системы золотой крест аналитическая торговая система будем постепенно рассматривать и исследовать термины и понятия торговой системы на каждом последующем вебинаре я повторяю немного предыдущие вебинары для лучшего понимания значит аналитическая торговая система золотой крест построена в основном на дивергенции и конвергенции учет таймфрейма вложенные таймфреймы накопленные скрытые существуют понятия о локальных экстримумах цены по хай цены и по лоу цены это называется рейнджем то есть размах любого ценового бара или таймфрейма в том числе и сессионные минимумы максимумы пятидневные месячные и так далее то есть рейндж цены включает размах цены за определенный период времени ценовой канал который ограничивается и может быть или флэтовым или трендовым строится по локальным экстримумам цены отсюда мы выясняем ценовые уровни историзм рынка и при хорошем подборе индикаторов торговой платформы у трейдера появляется готовая торговая система которую он пользуется вид золотого креста мы рассматривали на прошлом занятии я немного повторюсь размах цены трендовый канал окончание тренда разворот определяем флэтовые зоны и совершаем открытие закрытие позиции то есть каждый раз тема вебинара будет рассматриваться на примере графики презентации и на примере по текущей ситуации на торговой платформе таким образом одновременно с проведением вебинара трейдер может совершать сделки то есть эта система которая позволяет трейдеру основные условия любой торговой системы торгую с прибылью в любом направлении это основное понятие по которой строилась аналитическая торговая система золотой крест если у вас есть вопросы перед вебинаром прошу задавать в чат таким образом основное понятие основное понятие торговой системы аналитический золотой крест торгуем в любом направлении с прибылью привело к идее сочетание запаздывающих и опережающих индикаторов основным индикатором является цена это так называемый абсолютный индикатор все остальные индикаторы относительно то есть показывают отношение движения цены к некоторому историческому периоду в прошлом соответственно мы определяем ценовые уровни локальной экстриму цены размах между ними просчитываем по риск менеджменту то есть по тому капиталу который трейдер выпускает в рынок для совершения сделки риск менеджмент строится на отношении не менее чем 1-2,5 возможный убыток к возможному профиту то есть в этой торговой системе также применяются технические приемы как торговля во флете при развороте рынка и на пробой на пробой к следующему историческому или предположенному хай или лоу цены то есть совершение сделки и во флете и в тренде совершенно стандартные индикаторы торговой платформы которые трейдер может настроить вручную для получения более четких торговых сигналов предоставляются брокерам я предпочитаю пользоваться торговой платформой МТ4 то есть эта платформа устраивает по предоставленным техническим средствам и так переходим непосредственно к терминалу трейдера платформа платформа МТ4 и так продолжаем перед вами торговая платформа МТ4 которая которая при соответствующих навыках позволяет трейдеру построить собственную торговую систему правильно выработать правила работы по торговой системе и совершать удачные сделки для облегчения понимания в самом начале я представляю пустой голый шаблон только с ценой и демонстрирую как на простейших индикаторах вернее встроенных индикаторов индикаторах МТ4 можно построить любую торговую систему как я уже упоминал торговая система строится и учитывает дивергенции конвергенции скрытые дивергенции конвергенции накопленные на примере четырехчасового графика по индексу СНП видно что в этой зоне ценовой зоне происходит снижение интереса к инструменту дивергенция а цена потихоньку растет это так называемая дивергенция или один из принципов торговой аналитической системы распознание дивергенций можно делать на разнопериодных индикаторах дивергенция каждый раз говорит о том что достигнут некоторый ценовой уровень трейдеры совершают закрытие открытия позиций то есть входят выходят из рынка закрываются ордера по стоплоссу или к профиту то есть каждый раз при дивергенции на рынке наблюдается повышенный интерес трейдеров к текущему ценовому уровню для ускорения распознания дивергенций и конвергенций можно применять индикаторы которые встроены в торговую платформу ну в частности на примере стахастика большинство индикаторов торговой платформы построены на просчете ценовых уровней самой цены по отношению к некоторому историческому периоду который уже случился на рынке поэтому сейчас я вызвал на терминал стахастик со стандартными настройками стахастик является построен по принципу опережающего индикатора и он позволяет трейдеру при наложении на мувинге выяснять дивергенции один из принципов торговой системы и конвергенции то есть вот на этом участке монитора видно что отношение трейдеров к этой цене падает индикаторы показывают снижение интереса а цена продолжает медленно идти вверх то есть это дивергенция рассогласование абсолютного индикатора цены и относительного индикатора магда на котором построен индикатор fx5 divergence опережающим индикатором для магда является стахастик вид видно что ценовой уровень продолжает повышаться макт говорит о снижении интереса покупателей продавцов к этому ценовому уровню закрытия позиций стопы тейки лолса и так далее астахастик как опережающий индикатор показывает повышение интереса после пробоя этого ценового уровня который мы и наблюдаем на следующем участке графика то есть согласованное движение или конвергенция началась по инструменту S&P рынок развернулся и пошел вверх в дальнейшем мы снова наблюдаем дивергенцию говорит что некоторые трейдеры при повышении цены покупки прекращают и удерживают позицию соответственно стоповая позиция в этом случае может находиться на ближайшем ценовом уровне который был достигнут на историческом отрезке времени значит учитывая новостной фон на истории такого уровня по S&P не было можно применить коррекции всего для определения правильной точки выхода из позиции или открытия противоположной сделки на продажу мой ордер на продажу стоит на уровне 1640 чем это вызвано это вызвано тем что те трейдеры которые удерживают покупки защитную позицию поставили на уровне 1570 соответственно если трейдер защищает собственную позицию следующий уровень неизвестен для тех кто стоял в покупке то защита позиции происходит в этом случае на уровне 1570 эта зона хорошо подтверждена предыдущим флетовым каналом коррекционным каналом это понятно если у вас есть вопросы задавайте в чат то есть еще раз повторюсь вот на этом отрезке графика наблюдаются и дивергенции рост цены и снижение данных индикатора и конвергенция то есть согласованное движение цены в данном случае на рост ценовой уровень растет и индикатор показывает что начинается покупка инструмента трейлерами если у вас появились вопросы прошу задавать в чат итак продолжаем иногда иногда я буду возвращаться прежде упомянутым термином для того чтобы трейдеры которые или разрабатывают или имеют готовую торговую систему по которой они надеются получить прибыль то есть на рынок человек решивший заниматься трейдингом выходит совершенно осознанно и совершает действия которые должны привести его успеху таким образом как уже было указано и в интернете вы можете найти очень много информации именно по дивергенциям конвергенциям и торговли на них все эти понятия сводятся к тому что трейдеру необходимо выбрать правильный таймфрейм для чтения данных как цены абсолютный индикатор так и дополнительных индикаторов которые предоставляет торговая платформа или брокер соответственно одним из основных положений является определение правильного таймфрейма на котором трейдер анализируя рынок и ценовые уровни принимает решение об открытии или закрытии сделок ставит стоп-лоссовые позиции тейк-профитные соотношение стоп-лосса к тейк-профиту каждый раз нужно рассчитывать не менее чем 1,2,5 то есть при рассмотрении торговой ситуации видно движение вверх исторический уровень не доказан то есть его просто нет движение вниз может быть до следующей ценовой зоны при наличии падения интереса к данному инструменту на ценовом уровне дивергенция говорит о том что нужно быть очень аккуратным то есть рассчитывать пробойную стратегию или на продажу ниже ценового уровня или на покупку выше ценового уровня то есть в этом случае работают все пробойные стратегии для более четкого определения как однажды я проводил вебинар по ценовым каналам определение ценового канала по трем точкам на ближайшем отрезке историческом это может быть 2 хай 1 лоу или 2 лоу 1 хай всего лишь 3 точки необходимы трейдеру для того чтобы выяснить находится ли цена во флете то есть горизонтальный уровень флет всегда тем и отличается что коррекционный канал флетовый всегда торгуется по горизонту или цена находится в трендовом движении то есть наклонное движение опять таки тот же самый расчет по ближайшим точкам то есть здесь мы видим лоу повторение нижней торговой зоны на локальную экстремум раз два три строим от этой линии трендовую зону и выясняем возможное движение цены до следующего хай то есть на этом историческом отрезке видно что цена вошла опять таки в горизонтальный торговый канал его можно отметить выделенным прямоугольником если у вас есть вопросы по этой части вебинара прошу задавать в чат итак продолжаем вебинар для того чтобы более четко и быстро определить благоприятную зону для трейдинга трейдер может применять в торговой системе сочетание запаздывающих и опережающих индикаторов индикаторы могут быть применены непосредственно торговой платформы или же написаны программистами по коду по условиям по коду который дал трейдер для написания личного индикатора но основное понятие торговой системы золотой крест торгуем в любом направлении с прибылью реализовано на сочетании индикаторов которые имеют разные настройки это могут быть мувинги к мувингам относятся все магды стахастики имеющие разный период обсчета параболики и так далее рци и и благодаря разным настройкам индикатора которые задают трейдер в своей торговой платформе индикаторы могут свидетельствовать о выходе из флэтового канала и о начале последующего тренда то есть был применен самый простой способ это подбор индикаторов с определенными настройками их сочетание создание правил торговой системы и следование этим правилам практически в каждой сделке эта торговая система позволяет заниматься как интродей торговый поскольку сейчас своповые позиции трейдер опять сохраняет собственные торговые средства определять разворотные ценовые уровни определять размер депозита которым трейдер может войти в рынок определять стоп лоссовые позиции и тейк профитные то есть общая схема торговой системы представлена вот на этих скринах это все сочетание индикаторов мувингов которые я применяю для открытия закрытия сделок они позволяют определять и флетовую зону на примере аллигатора параболики которые выдают сигнал после того как следующий бар закрывается или на покупку или на продажу каждый отрезок таймфрейма на примере четырех часов это на дополнительном окне с индикаторами появление красной точки в зависимости от настроек индикатора то есть самым быстрым является красным красный индикатор более медленным является светло-зеленый индикатор а самый медленный индикатор это темно-зеленого цвета то есть каждая точка трейдер может посчитать рейндж цены именно по оконченному таймфрейму в данном случае таймфрейм 4 часа если у вас есть вопросы именно по чтению правил торговой системы прошу задавать чат итак переходим к торговой платформе на которой представлены различные индикаторы значит определив ближайшую ценовую зону на котором находится цена необходимо на что обращать внимание при пробойной стратегии что цена четко преодолевала следующий хай на протяжении таймфрейм 4 часа 1 2 3 4 5 пробойный бар цена ушла вверх на следующий ценовой канал соответственно сейчас по инструменту S&P наблюдается продолжение трендового движения как каким образом эту зону можно ограничить правильную благоприятную точку для закрытия позиции в случае покупки и для последующей продажи то есть стратегия работы на пробой выделенного ценового канала синий синий канальчик и также можно рассчитать последующие коррекционные движения в случае продажи ниже цены 1620 то есть позиция открывается на продажу в этом случае ближайшая ценовая зона коррекционная находится на уровне пухай цены предыдущей ценовой зоны то есть в случае продажи у трейдера может быть профитная позиция в пределах в пределах смотрим по нижнему бару лоу 1619 а профитная зона 1613 то есть трейдер может получить 5 целых пунктов по инструменту S&P лоссовая позиция риск менеджмент находится в пределах опять по ценовой зоне 1619 до текущего уровня цены 1631 это 11 пунктов то есть трейдеру необходимо ограничивать собственные убытки и ставить тейк профитные уровни чисто по ценовым каналам почему потому что приближение к историческому ценовому уровню после которого цена ушла вверх это уровень 1606 то есть если трейдер решает открыть позицию на продажу у него может быть пять пунктов затем защита полученной прибыли в том случае если рынок развернется и продолжит аптренд или растущий тренд цена будущая практически неизвестна трейдер торгует по правой половине графика то есть по той половине графика где цены пока еще нет исторического уровня по инструменту S&P еще не сложилось поскольку это максимум который инструмент достиг за весь исторический период торговли на рынке что может говорить нам о приближающемся развороте цены опять видим практически горизонтальный ценовой канал и наличие дивергенции то есть в этом случае мы имеем так называемые накопленные дивергенции цена продолжает рост интерес падает трейдеры начинают защищать позиции то есть сейчас возможно та ситуация на рынке когда трейдеры открывшие покупку по инструменту S&P защитили свои позиции при выходе из торговой зоны это торговая зона или флетовая зона отмечена синим прямоугольничком торговая зона достаточно узкая около 11 пунктов и в принципе ожидать при применении пробойной стратегии для выхода из торговой зоны осторожные покупки можно ставить именно вот от этого уровня пробойный бар в случае формирования так называемых внутренних баров перезаходы трейдера закрытие открытия позиций стоплоста их профит можно работать как на покупку это при выходе из ценовой зоны вверх так и на продажу рассчитать шаги для фиксации прибыли можно по ценовым уровням по тем уровням в которых цена находилась длительное время то есть здесь целых 7 пунктов цена находится устойчиво опять в офертовой зоне 11 пунктов и коррекционно основной уровень все таки находится на уровне 15.81 15.71 то есть видно что рынок движется циклически повторяет на истории прежние ценовые уровни и совершается следующий размах цены то есть любой бар можно рассмотреть как рейндж цены при котором цена находится или в тренде или во флете тренд всегда имеет наклонный вид канал флет всегда имеет горизонтальный уровень отсюда для выхода из флета трейдер применяет технику работы на пробой вверх или вниз покупка продажа на торговлю внутри канала и пользуется для более грамотного открытия позиции сочетанием запи запаздывающих индикаторов с опережающими индикаторами то есть видно что если макт это у нас запаздывающий индикатор стахастик является опережающим индикатором видно что по макт мы имеем снижение интереса к инструменту а стахастик показывает очень быстрые покупки то есть скорость отбора инструмента таким образом простым подбором индикаторов трендер может построить хорошую торговую систему успешно по ней торговать если у вас есть вопросы прошу задавать в чат итак продолжаем вебинар на предыдущих примерах основные основные понятия торговой системы аналитическая торговая система золотой крест дивергенции конвергенции таймфреймы накопленные скрытые локальные экстремумы цены рейндж цены размах цены или во флете или в тренде ценовой канал флэт или тренд выход из ценового канала и работа трейдера по тренду может быть построена при применении различных индикаторов торговой платформы которые предоставляет брокер соответственно для трейдера более важным является правильное чтение показаний торговой платформы торговая платформа предоставляет различные индикаторы на которой трейдер при хорошо разработанных правилах управления капиталом выстраивает собственную торговую систему то есть АТС Золотой Крест именно была построена на сочетании запаздывающих и опережающих индикаторов основным индикатором является сама цена вид цены и эта торговая система относится графическим торговым системам торгуем не цену а вид цены то есть тут завершается более простой графический анализ который позволяет определять скрытые бары пробойные бары флетовый канал канал цены трендовые каналы длительность движения в тренде или во флете для открытия и закрытия позиций применяются различные техники то есть работа внутри канала это относится и к флетовому и к трендовому каналам работа на пробой флетового канала или работа внутри канала это может быть и флет и тренд на прошлом вебинаре я упоминал о том что в принципе правильно подобраны таймфрейм и индикаторы позволяют трейдеру совершать сделки при развороте рынка и торговать практически всегда в плюс но основной психологический барьер или вопрос который встречает трейдер в трейдинге это защита средств трейдер переживает одни и те же эмоциональные нагрузки или же вне зависимости от размера депозита это может быть и 100 долларов и 200 и 1000 долларов то есть важен не размер депозита поскольку одна и та же психологическая нагрузка а защита депозита это уже мы переходим к психологии на которой построена торговая система именно на примере АТС золотой крест если у вас есть вопросы прошу задавать в чат так таким образом на примере торгового инструмента СНП на примере торгового инструмента СНП были рассмотрены основные положения торговой системы правила по которым трейдер открывает закрывает сделки рассчитывает возможные убытки прибыль и еще один нюанс таков что всегда следует подсчитывать торговый успех только лишь после закрытия сделки чем больше таймфрейм вы используете для открытия закрытия позиции грамотно и правильно рассчитываете торговые зоны или рейндж цены я перехожу на Дейли и на Викли на истории видно что этот ценовой уровень прежде не был пройден я сброшу настройки торгового окна торговый терминал и покажу примерные уровни коррекционные в которых следует ожидать именно по S&P последующие движения на истории видно что такого ценового уровня по S&P прежде не было это с июня 2007 года но можно выделить при глобальном развороте рынка ценовой коррекционный уровень это то место в котором к которому стремилась цена при всех коррекционных движениях соответственно этот ценовой уровень внутренние бары внутренние бары и пробойные бары последующий исторический хай это 2007 год затем видно что этот прежде исторический ценовой уровень цена тестирована неоднократно наконец-то был совершен пробой ценового уровня и цена совершенно спокойно ушла вверх учитывая динамику рынка инфляционные процессы выясняем что от внутренних баров от которых цена разворачивалась есть некоторая наклонная трендовая линия соответственно зная законы рынка что рынок всегда пребывает в движении можно попробовать рассчитать последующий ценовой уровень одна из тем вебинара построения трендовых и флетовых каналов по трем точкам 2 лоу 1 хай или 2 хая 1 лоу то есть все правила в этом случае соблюдены это говорит о том что торговая система вполне жизнеспособна позволяет трейдеру анализировать как новостной режим то есть если учесть что балансы центробанков практически выросли на 85-95 процентов как в американской торговой зоне так и в европейской торговой зоне то имеется на лицо следующий аспект на самом деле стоимость индекса S&P сейчас примерно находится на уровне 900-1200 пунктов то есть здесь мы видим то что промышленность еще полностью не восстановилась а стоимость инструмента очень выросла то есть это так называемая новостная экономическая и индикативная дивергенция абсолютным индикатором по которому трейдер принимает решение это все-таки цена вид цены на графике сформированные ценовые уровни абсолютный индикатор и определение возможных коррекционных зон то есть трендовый канал всегда наклонный трендовый канал всегда горизонтальный то есть на любом отрезке графика трейдер может совершенно спокойно определить благоприятную торговую зону и совершить успешные сделки если у вас есть вопросы прошу задавать в чат одной из основных задач для трейдера всегда является правильный подход к написанию как торговой стратегии так и торговой тактики все понятия которые мы рассматривали на сегодняшнем вебинаре я буду их повторять на протяжении еще нескольких вебинаров для более хорошего понимания эти торговые правила торговая система как стратегии и тактики как открытие закрытие сделок совершается как по новостному режиму анализ состояния рынка ценовых уровней состояние счетов центробанков так и по индикаторам которыми является абсолютный индикатор это цена затем индикаторы торговой платформы это индикаторы которые предоставляет брокер и умение анализировать рынок как по абсолютному индикатору по цене по ее виду графическая торговля так и с применением индикаторов торговой платформы если у вас есть вопросы прошу задавать в чат если у слушателей по текущему вебинару вопросов нет то к следующему вебинару попрошу подготовиться тщательней мне интересны ваши вопросы и то как вы понимаете понятия торговой платформы торговой системы о которых мы говорим уже на протяжении около года то есть сейчас приближается время отпусков когда рынки в основном то будут находиться во флете соответственно ценовые движения все более и более будут стабилизироваться и начнется позиционная торговля именно под ценовым уровнем соответственно при правильном сочетании индикаторов торговой платформы разработанных торговых стратегий тактик трейдерам правильное чтение новостного фона всегда позволяет трейдеру совершать правильные сделки и увеличивать собственно депозит если вопросов по текущему вебинару нет благодарю за внимание удачи в торговле до сих пор до сих пор до сих пор